Больше 10 тысяч случаев интернет-мошенничества выявили в Казахстане с начала года. Четверть из них связано с онлайн-покупками и аукционами. Много и других схем обманом. Поймать преступников сложно, но вполне реально, говорят полицейские. В нашей стране этим занимается Киберпол. Подразделение относительно новое. Подробно о его работе расскажет мой коллега Рауль Габитов. На первый взгляд это обычные полицейские. Но вот специфика службы отличается. Преступления они расследуют не в реальной жизни, а в глобальной сети. Работы у Киберпола много. Ведь с расширением возможностей интернета и развитием IT-технологий мошеннические схемы становятся все более разнообразными. На сегодняшний день сам из распространенных видов хотим отметить это звонки от сотрудников банка, либо сотрудников Комитета национальной безопасности, либо правоохранительных органов. То есть звонят, представляются, говорят о том, что имя причина попытка завладения денежными мошенниками и нужно перевести денежные средства на какой-то либо счет национального банка. А также у нас покупка товаров через приложение распространенное. Появился Киберпол два года назад. В составе подразделения опытные исследователи, оперативники, криминалисты и IT-специалисты. Собственная цифровая лаборатория позволяет им проверять гаджеты и выявлять программы, которыми пользуются интернет-мошенники. Раскрытие одного уголовного дела занимает очень большое количество времени в связи с тем, что очень много направляется запросов разной организации. В нашем Министерстве внутренних дел совместно с украинскими правоохранительными органами было задержано в прошлом году пять полцентров, которые были задержаны. То есть в данных полцентрах работали люди, около 50 человек, которые сейчас проходят по уголовным делам. Сотрудничает Киберпол не только с правоохранительными органами других стран, но и крупными международными организациями. Имеется повышение квалификации сотрудников. Для этого не только со стороны Министерства внутренних дел, также есть организация по безопасности Совета в Европе, то есть области, которые постоянно тоже нам обучают, нас новым методом, как расследуются в других аналогичных странах Европы, к примеру. Квалификацию киберполицейские повышают и в учебных аудиториях. Новые знания действующим сотрудникам дает Карагандинская академия МВД. Как распознать преступные схемы и что делать, чтобы выйти на след интернет-мошенника. Об этом и рассказывают преподаватели академии. Мошеннические схемы постоянно меняются, в академиях изучают? Конечно же мы постоянно изучаем, не только на базе нашей кафедры, но получается наша кафедра является такая, углубленное знание мы даем. Есть вся блока академический и направлен на то, чтобы мониторить, которые схемы сейчас есть, работать на опережение, допустим. Более того, хочу сказать, что у нас, допустим, в рамках использования искусственного интеллекта мы прорабатываем возможные паттерны и наперед. Только в Астане полицейские с начала года зарегистрировали больше 3000 киберпреступлений. 700 из них раскрыли. Расследование остальных фактов продолжается. Всего жители столицы отдали в руки аферистов примерно 2,5 миллиарда тенге. Рауль Габитов, 24КЗ.